доброе утро друзья опару мы ставили с самого вечера сейчас 4 утра она очень хорошо подошла мы будем вводить сейчас основную муку ждать пока наше тесто поднимется и формовать хлеб сейчас 6 утра я добавил оставшуюся муку в опару замесил тесто оно у меня подошло один раз разделил по формам сделал я классический хлеб он у меня уже на расстойке просто сверху посыпал ржаной мукой сделал с маком семечками сегодня ярмарка мы сейчас собираемся и привезем людям свежий ароматный хлеб на хлебе увидите что мак смешанный с молотым кориандром это очень эффектная посыпка она смотрится во первых классно кориандр придает такой терпкий аромат смотрите ну а мак после выпечки вообще просто шикарно всеми любимый имеет вкус который вот запомнился нам еще с детства это жареный мак вот на булочках которые так любили все обгладывать сверху а потом уже кушать всю остальную булочку вот хлебушек после длительной ферментации буквально на глазах поднимается уже он требует меньше времени для подъема потому что все процессы очень бурно протекают вот сейчас у меня в духовке духовка стоит в режиме расстоечного шкафа под низом также стоит емкость с водичкой где-то в пределах 35 градусов здесь у меня что могу сказать хлеб живой хлеб дышит и вот этот момент нужно просто уловить когда у вас еще подъем идет но главное чтобы поймать момент разогреть духовку и поставить в горячую печь даже при 240 245 градусов зафиксируется у нас корочка и уже снизить температурку до 220 этот хлебушек просто супер мега полезный в нем красный ржаной ферментированный солод добавлен на специи кориандр тыми ростом мега мега шикарный хлеб и вы видите вот этот вот ровный подъем ровный красивый живой подъем настоящего ржано-пшеничного хлеба с цельномолотой мукой наши тестовые заготовки уже подошли в формах вы можете видеть красивый узор хлебушек еще немножечко идет пока разогревается духовка это очень важно на этом этапе чтобы хлеб ставить в разогретую духовку также нужно поставить если у вас ваша печка без пару увлажнения на дно печи поставить либо противень либо какую-то емкость например сковородку с водой когда у вас духовка наполнится паром разогреется сильно только тогда можно ставить хлеб конечно для домашних условий можно использовать некоторые манипуляции чтобы испечь хороший качественный хлеб а именно вот те моменты которые я озвучил и очень важно что пар который образует так называемый защитный экран он замедляет усыхание во время выпекания хлеба ставили противень снизу то можете прямо перед посадкой хлеба налить миллилитров 50 воды и у вас в этом случае образуется очень хороший крепкий густой пар который положительно скажется на вашей выпечки ну я делаю проще у меня емкость с водой стоит противень снизу и разогревается вместе с духовкой этот способ уже проверенный требует меньше хлопот также перед посадкой вы можете непосредственно вот как я уже сказал просто сбрызгивать и свои изделия это касается и ржаных хлебов и ржано-пшеничных и пшеничных изделий некоторые сорта хлеба например вот подовые которые выпекаются именно на камни при помощи вот деревянных таких вот лопаток в печь сажаются требует чтобы произвести произвели над ними насечки это делается для того чтобы избыток углекислого газа при подъеме хлеба выходил и изделие у вас получалось правильной или заданной формы в данном случае формочки здесь небольшие подрывчики будут наоборот очень сказываться красиво на изделии поэтому этот формовой хлеб я не надрезаю но например если вы все-таки захотели формовой хлеб надрезать делайте это непосредственно перед посадкой в духовку давайте я вам на примере одной буханочки покажу как это можно сделать то есть вот таким образом вы надрезаете хлеб если вы сделаете насечки на хлебе слишком рано и будете долго перед посадкой держать его то у вас просто насечки заплывут и узор уже просто не получится такой красивый также заплыть насечки могут и в случае очень жидкого теста или когда вы просто его перемесили поэтому друзья я рекомендую хлеб всегда делать именно насечки перед посадкой например в багетах это очень важно поэтому гребешки там открываются узор очень красивый багета получается без подрыва сбоку это вот как раз тоже для этого делается и багетик выходит именно вот такой формы какой в него закладывали пекаря которые его и придумали собственно духовка моя разогрелась давайте я еще сделаю на одной буханочки насечку вот такими смелыми движениями мы порезали наш хлебушек хлеб я поставил духовка была разогрета 240-245 градусов пара увлажнения идет конвекция также включена и температуру я снижаю примерно через семь минут до 220-215 градусов запомните что ржаные хлеба с добавлением ржаной муки выпекаются дольше поэтому температуру нужно сделать немножечко меньше поэтому изделие у вас получится пропеченным но мякиш будет всегда влажноватый после того как вы выбьете из формы изделия обязательно дайте ему остыть на решетке иначе просто-напросто при упаковке хлеба и при хранении он у вас может стать очень очень влажным лучше дайте хлебу так как говорят созреть а именно потребление употребление его вообще в пищу желательно через восемь часов за это хлеб за это время хлеб приобретет свой именно аромат хлебный вы почувствуете все его нотки все его краски и будете очень довольны своим изделием так хлебушек я достал сейчас уже поставил я другой готовимся мы в режиме таком активном к ярмарке потому что выезжаем уже скоро еще планируем мы сделать печенька тоже на цельномолотой муке то есть очень вкусные печеньки очень полезные следующим заходом у меня быстренько идут багеты отпекаем хлеб остывает заворачиваем и выезжаем в воронеж на ярмарку вот вы видите какие красивые рисуночки получились подрывчики запланированные вот здесь где мы насечки не делали у нас также немножечко подрывчик красивый а сверху я посыпал через ситица обычной ржаной мукой посыпать вы можете любой мукой на ваш выбор смесью рисовой муки она немножечко будет белый оттенок придавать но вот я сегодня просто решил классический хлеб посыпать обычной ржаной мукой очень хочется порадовать людей которые хотят попробовать настоящие крафтовые вот такие хлеба длительной ферментации вы сами подумайте какое это удовольствие попробовать настоящий хлеб возможно и вспомнить вкус хлеба потому что здесь также используется зерно которое молим сами зерно от лучших производителей россии которые используют беспахотную технологию которые какие-то используют экологичные методы в посадки зерне в уходе в хранение то есть это те производители которым мы доверяем и зерно их не даже понимаете в рекламе не нуждается о них я буду отдельно снимать видеоролик рассказывать про них показывать и думаю что будет очень даже интересно хлебушек я достал из форм рекомендую делать это буквально сразу через пять минуточек только достали потому что иначе у вас формах хлеб на станет влажным поэтому сейчас хлебушек остывает у нас ждет своей очереди на упаковку другой хлебушек у нас выпекается месяца багет месяца печеньки с маком и семечками тоже хлебушек я достал сейчас он остывает у нас также чудесный получился хлеб хорошо пропекся посыпки все держатся отлично на семечки классные вообще просто вот знаете вот аромат душистый идет так и хочется уже скушать но я все-таки дождусь пока хлеб остынет и вообще часика через три попробую эту буханочку я думаю пофоткаю ее порежу попробую обязательно вам расскажу но само мероприятие мы также будем снимать я думаю также вам покажем его как прошла ярмарка как какие люди приехали с к с какими продуктами все это вам покажем расскажем хлебушек будет мягкий пропеченный ферментация около 20 часов это просто понимаете для хлеба то что нужно если хлеб хорошо выброшенный при правильной температуре мякиш у вас насыщенного хлебного вкуса выброшенного хлеба он полностью усваивается организмом понимаете это самый полезный хлеб запомните раньше делали хлеба они на один не на два дня опекли сразу на неделю на две недели а то и на месяц вперед вот такой хлеб даже когда он подсушится у вас хранить его нужно в льняном полотенце или в хлебнице в деревянной такой хлеб даже когда он станет сухариком будет просто иметь шикарный неповторимый аромат вы можете эти сухарики сложить в льняной мешочек добавлять по мере необходимости в супы заливать бульоном как самостоятельное блюдо залили горячим бульоном эти сухарики накрошили зелени добавили любые свои добавки можете потереть сырок и у вас получается самостоятельное блюдо то есть этот хлеб дарит вам здоровья любовь и энергию доброе утро всем хочу поделиться этим вкусным видео сегодня разрезала головку менталя это эксклюзивный сыр сделала я его на козье коровье молоке ему на сегодняшний день 6 месяцев вес этой головки около кило кило двести сегодня муж напек вот такие вкусные аппетитные полезные хлеба с маком с семечками мы готовимся к ярмарке пришло время до наших багетов я их сделаю в обсыпке из мака льна сверху чуть-чуть добавила кунжутика и тмин тмин цельнозерновой то есть это когда кусаешь его все эфирные масла раскрываются вкус просто чудесный и вот это вот разница вкусов белого мякиша но относительно белого так как мука у нас цельно смолотая с добавлением также ржаной заквасочки здесь поэтому здесь просто игра вкусов шедевр просто шедевр сейчас багетики подойдут мы их порежем разными так сказать способами разные рисуночки сделаем мой любимый это сеточка но также хочу еще сделать ножничками надрезы на некоторых багетиках для того чтобы очень неудобно было вам посыпать свои изделия рекомендую насыпать некоторое количество муки в ситице ну вот как раз очень хороший момент показать вам и просто-напросто вот так вот чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик посыпаете багетики подойдут рисунок будет просто красивые в общем при расстойке посыпали багеты они подходят и нарезаете у вас очень получается красивый декор вот знаете очень классно что такое мероприятие я буквально вот опять можно сказать онлайн готовлю для вас вот эти хлеба и показываю возможно это не рецепт но я делюсь с вами своими а изделиями теми которые у меня получаются все хлеба которые я сегодня делаю на выставку на это мероприятие у меня наржано-пшеничной закваски очень классные очень активные ферментация всех хлебов у меня ну вот багеты поменьше около 20 часов изумительно изумительный хлеб с легким настроением с радостью мы поедем его презентовать друзья старайтесь всегда щедро посыпать хлеба это очень эффектно выглядит это очень вкусно корка получается хрустящий такой насыщенный просто особенно это в бездрожжевых хлебах но ни один просто дрожжевой магазинный хлеб рядом не стоял понимаете с такими вот насыщенными классными хлебами которые выпекаем мы и также выпекают другие люди которые используют свои закваски потому что хлеба только длительной ферментации имеют положительное воздействие на организм имеют такой насыщенный вкус выброженного хлеба это продукт который издревле издревле являлся питательным продуктом который испокон веков пекли наши бабушки наши предки именно выброженный хлеб который только день ото дня становился лучше и приносит и приносил пользу всему организму кормил всю семью кормил людей люди брали с собой в какие-то походы дальние это хлеба как вы помните всегда брали сумочку воду и хлеб потому что хлеб заменял абсолютно все и вот эта функция хлеба может быть только тогда когда хлеб выброженный цельнозерновой ну в общем этой радостью я делюсь и с вами сейчас мне жена помогает с видео съемкой друзья мы все в таком режиме но очень режиме классном очень в режиме сборки сборки заявок одновременно смотрите показываю нарезку вам багета смеленько багетики подошли нарезайте ножницами ножницы всегда берите острый это такая нарезка колосочком очень классная мне она очень нравится особенно в багетах повторяю что духовка разогревается сейчас при два двухсот сорока градусах я их поставлю сбрызну водой вот такие небольшие багеты они называются бастардами батардами то есть это хлебушек который является очень очень популярным во франции именно такой размер потому что его кушают быстро его кушают часто посмотрите какая красота получилась для нарезки я быстренько показываю что можно использовать канцелярские ножи очень вещь удобная а несмотря на то что лезвие тупится быстро и знаете кажется что вроде бы хлеб не требует какой-то остроты изделий но тем не менее лезвие тупится но смысл в чем что такие ножи вы можете использовать как расходники он буквально стоит 20 рублей выкинули лезвие вставили новое и продолжаете резать эти багеты мы также порежем сейчас они чуть-чуть подойдут и давайте я вам покажу вот такой еще вид как бы лезвия обычного это в комплекте с ножом шел со специальным тоже для нарезки также существует и волнистые ножи специальные для хлебов все что интересное все что я сам использую покупаю друзья зайдите в описании к видео я буду оставлять там ссылочки касаемые хлебопеченью там сыроделия в общем все все интересные ссылки на магазины где я что-либо когда приобретал или приобретаю я буду делиться и показывать там возможно какие-то даже буду использовать посыпки интересные уже готовые потому что сейчас просто-напросто когда смотришь в этих магазинах в воронеже есть тоже отличный магазин постараюсь зайти в него показать отличный магазин для хлебопекарного и творчества есть и скребочки и ножи и трафареты под хлеба то есть все 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 буду рассказывать и делиться вместе с вами багетики я достал вот сейчас я их еще горячими сбрызну водой из пшикалки и поставлю остывать до полного остывания далее буду упаковывать в пергамент завязывать бечевочками и брать с собой на выставку на наш чудесный праздник на ярмарку чтобы их попробовали остальные покупатели люди следующую партию багет я уже нарежу лезвием нарежу сеточкой вот таким образом смотрите какая решетка удобная какой красивый хлеб получился уже он практически остыл обязательно важный момент хлебу дать полностью остыть заворачивайте бумагу и вообще желательно в бумаге его перевозить потому что хлеб должен дышать ребят такой хлеб с легкостью может пролежать неделю-две и даже больше ну а в сухариках я думаю он может храниться до бесконечности ну давайте еще посмотрим на него понаслаждаемся мне очень нравится использовать для остывания хлеба чтобы хлебушек остыл вот такие металлические решетки от духовки потому что хлеб проветривается со всех сторон воздухом корочка получается у него заветренная и хлеб вот видите остывает и уже можно его в дальнейшем упаковывать друзья старался с 4 утра антон елисеев партию багетов я также допек хлеб получился изумительный запах запах просто с ног сшибательный как говорится увидимся на ярмарке рад был с вами потрудиться этим ранним утром время всего лишь сейчас где-то 10 начала 11 но сколько дел уже сделано бездрожжевой хлеб длительные ферментации это чудо друзья делайте пеките вместе с нами покупайте наши хлеба кто живет рядом с нами а также с других городов транспортные компании доезжают легко привозят хлеб об этом говорят нам наши клиенты поэтому друзья подпишитесь на канал нажмите на колокольчик чтобы получать уведомления о выходе новых видео до новых встреч ждите новые видео пока но Продолжение следует...